Мы начинаем 14-ю лекцию. Я послушно объявляю, что она называется «Композитор Иван Соколов о музыке». И мы продолжаем 14-е или 15-е? 15-е, по-моему, да? 15-е уже, да. Вот 15-я лекция нашего цикла. И идем дальше по хорошо темпиридному клавиру. Прелюдия и фуга фа мажор. Легкая, веселая. Как бы очень простая. Ну, у Баха ничего простого нет, конечно. И это… Прелюдия и фуга называется и ворским «чудо на рыбной ловле», когда вдруг огромное количество рыб поймали рыбаки, они же в будущем апостолы. И вот они рады, они удивлены этому чуду. Как это? Всю ночь они ловили рыбу, а, как известно, рыба клюет ночью. И ничего не поймали. И вдруг днем, когда уже точно ничего невозможно поймать, они встречают Иисуса Христа. И он говорит, закиньте сеть. И они закидывают сеть. Это уже произошло после того, как Христос воскрес. И вот Петр говорит, они возвращаются как бы к своему, так сказать, вот этому занятию рыбной ловли. Петр говорит, я закину, потому что я послушаюсь тебя. И вдруг сеть начинает прорываться от обилия рыб. И 143 рыбы, даже подсчитали это число, вот как важность чисел в Евангелии, в Новом Завете и в музыке Баха. Почему так важно, что их было именно 143? Что в этом числе такого? Наверное, Бах был очень рад, что первые две цифры – это 14, а потом 3 – это троица. Видимо, тут есть какой-то смысл в этом. И вот какая-то радость и почти даже танец. 12 восьмых. 12 восьмых – это размер прелюдии. 12 апостолов. Вот оно, соответствие. И такая же точно простая фуга. Вот она похожа на английский танец жигу. Танец английских моряков, вообще-то, считается, жига. Но, конечно, английские моряки превратились у Баха в апостолов. В еврейских апостолов. И этот танец легкий. На 3 восьмых танец жиги приобрел у Баха сразу библейское значение. Как все у Баха является библейским. Тема этой фуги тоже чуть-чуть использована. Там Фишером была раньше. Бах преобразовал эту фишеровскую тему из нити Ариадны. Пойдем дальше. Она проходит, проскальзывает. Кстати, у этой апостольской, так можно сказать, фуги номер 11. Тоже интересно, что 11 апостолов верных. 12 апостол — это Иуда. И вот начинается 12-я прелюдия и фуга. Фа минор. Особенная. Более значительная. Опять минорные тональности. Здесь надо сказать, конечно, что Бах невероятно поднял значение минорных тональностей. Посмотрите. Завершается минором и цикл, и первоэр. Вторая половина первого тома, как вот здесь, в 12-й. До Баха, да и после Баха, мажорная музыка составляла примерно 80-90% всей музыки. Да и тональности были лучше настроены. Вообще, как-то мажор — это радость. Уже сложилось это противопоставление радость-грусть, мажор-минор. А Бах специально уравнивает минор в правах с мажором. Здесь, в этом сочинении особенно. И что же происходит потом в музыке? Действительно, еще у Моцарта гораздо больше мажора. У Бетховена уже резкий крен в сторону минора. Больше минора. А потом у Шопена, а потом у Чайковского. Этот минор, эта меланхолия. Когда мои друзья из-за границы приезжают в Россию и садятся в такси, они меня спрашивают, «Слушай, а почему у вас все попсовые песни в миноре?» Вот включает таксист радио, а опять минор. И такая тоска оттуда идет. Я говорю, жизнь такая. Все ничего не поделаешь. В общем, видимо, и вообще в обществе, в человечестве наступила жизнь такая, что минор не только уравнял права с мажором, но и вышел вперед, обогнал мажор. А начал-то все бах. Какая была жизнь у Баха. Ну, не будем, отойдем в сторону от шуток и обратимся к этой величайшей, страшной, даже можно сказать, фа-минорной прелюдии и фуге. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Вот такая очень длинная, очень медленная прелюдия и такая же медленная фуга, такого еще не было в первом томе, ну может быть ми бемоль минорная, конечно, особенная, еще более особенная. И вот завершение первой половины первого тома. Тоже очень много слит, скрыто риторических фигур. Здесь вот начало, мы уже знаем по фуге ми минор, что это полнота божества, полное тоническое трезвучие с октавой троица, да плюс октава. Тут есть и катабасис движение вниз на септиму, заодно и пасус дуриускулус вниз. Есть и тема креста, есть и соли де у глориа. Вот есть мотив не спадающих пелен, плащаницы, так назвал этот мотив Еворский, когда на многих картинах это изображается, христа облекали в плащаницу, то вот эти вот складки ткани неравномерно спадали. И, возможно, этот зрительный образ, опять же, ауганмузик, глазная музыка, виден в вот этой интонации. Здесь тоже. Вот второй такт. Потом это будет и в двенадцатом такте. Очень много у Баха этих интонаций. Квитолис из мессы, си минор, например. Любопытно, что потом, когда музыка стала расцерковляться, де-сакрализироваться, секуляризироваться, это все одно тоже. Эти интонации перестали означать что-то конкретное. И вот, например, уже сонаты Бетховена. Уже здесь совсем нету, хотя интонации не спадающих пелен, но содержания нет. Или этого, или Шопен. Музыка. 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 Тоже вы узнали в этой прекрасной мелодии эту интонацию не спадающих пелен, но, конечно, никаких здесь пелен нет. Здесь есть просто красота мира. У Баха все это присутствует. И когда начали свою карьеру сыновья Баха, например, Карл Филипп Эммануил, то он, Бах, говорил, что они стреляют из пушки по воробьям, мои дети. Вот Карл Филипп Эммануил. Er schist ins Blaue, по-немецки это. Он стреляет в голубое. Он тратит патроны зря. Что это означает? Что Бах имел в виду? Наверное, он имел в виду то, что вот эти вот грандиозные по семантике риторические фигуры он использует для выражения человеческих чувств, что для Баха являлось, так сказать, пустой тратой этих прекрасных, так сказать, мелодий. Бах, видимо, когда писал музыку, воспитывал людей. Он говорил своей музыкой, вот вспомните про то, как Христа снимали с креста. Вспомните про это. И когда Бах умер, один его ученик вспомнил о том, как Бах занимался с ними генерал-басом и заставил их в 1738 году записать смысл и цель всей музыки. Вот эта запись, одна из драгоценных записей уроков Баха, совершенно гениальная. Конечная и последняя цель генерал-баса, как и всей музыки – служение славе Божьей и освящению духа. Это из правил, продиктованных ученикам и записанным ими. Вот цель музыки в понимании Баха – служение славе Божьей и освящению духа. Дух, занимающегося музыкой, должен освящаться. Вот как понимал музыку Бах Иоганн Себастьян. И он меньше этого видел в музыке своих сыновей, потому что вот эти интонации как бы уже не служили этому освящению, меньше служили освящению, хотя тоже очень даже здорово и много, и глубоко служили. Вот тут момент такой постепенности. Вот как много всего скрыто в этой прелюдии. Есть тут и хорал протестантский, их руфе цудир, хер езу христ. Тут главное, еще удивительное совершенно, есть вот в басу, вернее в теноре тема Диес Ира. Пока она еще как бы не совсем точно проходит, он меняет первую ноту. Правильно было бы так. Это типичный бах. Он невероятно часто ретуширует, закрашивает, замазывает начало, чтобы мы узнали эту тему, уже оказавшись как бы в ней. Это очень часто происходит у баха. Мы слышим музыку, ой, а уже же реприза идет. А когда же она началась? Как бы, так сказать, композитору хочется знать, как построена форма. Грани формы замазаны. Как хороший строитель замазывает швы, чтобы они не были видны, чтобы не было понятно, где начинается это, окончается то. Но вот это действительно такая крепкая постройка музыкальная этого дома формы по всем правилам. И в 17-м такте уже, нет, в 16-м такте уже бах дает эту тему во весь голос. И первая нота, которую он испортил, так сказать, в кавычках, да, он делает ее не четвертью, а половинкой. Про эту тему есть довольно забавная история, как кто-то из великих наших русских профессоров в консерватории, по-моему, эту историю тоже мне рассказал Константин Зарчевич Баташов, которую я часто вспоминаю здесь. Ну, Диас Ира – это, в общем-то, немногое из того, что дошло до нас из григорианских песнопений, дошло-то очень многое, но оно осталось в истории музыки. И его Диас Ира использовали и Бах, и Лист, и Рахманинов, и Мисковский, и Шостакович, и многие другие. Как бы все композиторы эту тему в 18-м, особенно в 19-м, 20-м веках использовали. Мы ее все знаем. И поэтому, как бы, вот музыканты уже стали думать, а почему именно вот такое расположение звуков? И вот мы с вами постоянно-постоянно говорим сейчас о том, что музыка Баха и вообще вся история музыки, вот посмотрите, первые лекции – это проникновение божественного в человеческое. И постепенно, с одной стороны, вытеснение человеческое вникает в божественное и говорит Богу, ну-ка, давай вот посторонись, вот я займу твое место. Как бы человек говорит, вот я постигаю Бога, я становлюсь, ну не то, что становлюсь им, да, но где-то вот музыка становится все менее божественной, все более человеческой. И вот этот момент кто-то, не знаю уж кто, нашел в этой мелодии Диэс Ира. Вот так эта мелодия звучит. И вот сначала Бог говорит, вот я Бог. Но мелодию-то придумал не Бог, а человек. И поэтому вот первая нота, она человеческая, вот она. Человек говорит, вот я вот, я сочинил первую ноту этой мелодии. А Бог ему отвечает, нет, дорогой, не ты сочинил, а я, Бог. И опускает человека на секунду ниже. И человек, значит, смирился. Бог его смиряет, что правильно. А человек не хочет смиряться. Он говорит, нет, я сочинил. И в третьей ноте этой мелодии. И пытается на то же место вынырнуть. Смиряться мы не хотим, да? А Бог ему говорит, а, значит, ты не хочешь смириться. Вот я тебя на терцию вниз опущу. И опускает его на терцию вниз. А человек не понимает, что надо уступить ему. Он сильнее. И говорит, нет, я все равно еще хочу. Вперед, туда, наверх. И наверх идет. А Бог его еще ниже. А человек опять не хочет. Вот такая борьба человека и Бога. Человек хочет выше, а Бог его ниже. Такая довольно любопытная. Такой момент. Я не знаю, забыл, кто это. Не думал, но довольно забавно. И вот, конечно, смысл этой мелодии трагический. И смысл прелюдии трагический. В этой прелюдии как бы все риторические фигуры объединяются. Ну а что происходит в фуге? Давайте еще посмотрим конец прелюдии. Потому что в конце прелюдии готовится фуга. Тема фуги будет в 14-15 такте возникать. В этой интонации. У 15-го такта есть уже тема фуги. В конце опять скачок на нону. Вниз. Вот он. Грандиозный. Это то, что человек понять никогда не может. Это тайна, это чудо. Скачки на нону у Баха. Потом в себе мульминорной фуге будет такой же скачок. И, конечно, он будет здесь. В теме фаминорной фуги. С чего она начинается? С паузы. Пауза – это буквы. Это мы уже знаем. Вот эта съежившаяся, сжатая интонация предыдущая, предыдущая веселая, как бы апостольская фа-мажорная фугия. Вот она. Апостолы все положены. Они спрятались. Они убежали, кроме Иоанна. А дальше соли до и глория. А дальше крест. И катабасис. И всего-то тут 11 звуков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Противосложение. Христос идет на Голгофу. Троица. Раз, два, три. И нона. Вот такая вот густота каких-то символов, каких-то значений. А в сущности красивая очень музыка. Вообще, эту фугу, видимо, тоже очень любил Шопен. Здесь его ноты. Фредерик, Шопен, F и C. Фредерик, Шопен. И фамилия Шопена – ЦХ. Начинается с букв ЦХ. Вот эти вот три ноты – Фа, До и Си, Бекар – они здесь очень важное значение имеют в этой теме, как и во многих темах из музыки Шопена. Поговорим об этом потом, когда будем говорить о Шопене. Но здесь, опять же, то, как музыка Баха повлияла на последующих композиторов. Одиннадцать нот, одиннадцать апостолов. Понятно. И невероятно долгое, медленное, тягучее развитие. Развитие этой темы трагической. И доходит оно до кульминации в сорок седьмом такте. И очень быстро сходит на нет. Большая, 58 тактов фуга. В кульминации, тридцать первый такт, есть такая связь с сибимулиминорной прелюдией и фугой, 22-й. Потом тоже мы, когда будем разбирать 22-ю фугу, вспомним про эту связь. Но здесь Бах говорит, что фаминорную можно считать как бы предшественницей сибимулиминорной. Родственные тональности, 4 бемоля, 5 бемолей. И вот это место, может быть, 31-й такт, я сейчас сыграю из фаминорной отдельно. И вспомним 19-й такт из кульминационной, из 22-й прелюдии. Вот такой момент сходства. Ну и, конечно, ритм, две шестнадцатые и восьмушка. Вот на этом заканчивает Бах первую половину первого тома. А мы на этом закончим нашу 15-ю лекцию цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!